Всем привет, с вами ВЗО, меня зовут Ярослав. Наверняка вы замечали, что в последнее время не получается совершить перевод или оплатить любимые подписки. Сегодня с помощью нашего товарища мы расскажем, как оформить карту иностранного банка в 2023 году. И стоит ли оно того? Мы уже делали обзор на карту Армении. Прочитайте его в текстовом варианте на нашем сайте. Ссылка в описании. И первая карта, про которую мы сегодня поговорим, карта Капиталбанка Узбекистана. Чтобы ее оформить, нужно находиться в стране от 15 дней подряд, иметь временную прописку и регистрацию, а еще ПНФЛ. Это вроде нашего ИНН. Чтобы получить временную прописку и регистрацию, нужно найти квартиру, в которой хозяева согласятся вас прописать. Максимально временная прописка может действовать до полугода. Ее можно продлевать, но тоже не дольше, чем на 6 месяцев. Как это сделать? Очень просто. Берете с собой хозяина квартиры и едете в миграционную службу по вашему району. На все телодвижения потратите около 2 часов, если будут большие очереди, и примерно 120 тысяч сумм. Это около 800 рублей по актуальному курсу. После чего вы получите две бумажки. Ваша регистрация, бумажка 10х10, и лист А4 с вашим номером ПНФЛ. После этого вам нужно подождать указанный срок, около двух недель. Далее качайте приложение банка и заполняйте заявку на получение карты. Не резидентам Узбекистана доступны только Visa и MasterCard, как валютные, так и суммовые. Есть еще Узгард и Хума. Это аналоги нашей платежной системы МИР. Их вам открыть в приложении не предложат, но можно договориться на месте. Во время оформления вы выберете удобное время для уточнения всех документов. В назначенный срок приезжаете в отделение банка и вместе с консультантом делаете сканы всех документов. Вашего загранпаспорта, ПНФЛа и регистрации. После этого вам дадут заполнить небольшую анкету. Там есть такие формальные вопросы, как будете ли вы получать переводы из-за границы, в каком примерно размере и являетесь ли вы резидентом США. Когда заполните все документы, вам скажут, что карту привезет курьер. Тот обычно приезжает на следующий день по адресу, который вы обговорили в банке, не всегда по месту прописки. Курьер привезет карту в специальном именном конверте. На месте с помощью терминала вы настраиваете пин-код, вас фотографируют с картой, с разворотом паспорта и на этом все. Картой можно пользоваться. Баланс изначально будет минус 105 тысяч сумм. Это плата за выпуск карты. Ладно, с выпуском разобрались. Следующий вопрос. Будут ли такие карты работать в других странах? Ответ короткий. Да, будут. Кроме, естественно, России. Но, по крайней мере, карту Капиталбанка спокойно можно использовать для оплаты сервисов Яндекс. Например, того же Яндекс.Такси. Как пополнить карту Капиталбанка? Есть несколько способов. Самый простой – это внести наличные в отделение банка, но для этого, естественно, нужно находиться в Узбекистане. Совершать переводы с других карт можно прямо в мобильном приложении банка. Для этого откройте переводы, переводы по миру и пополнение с карт. Вводим туда данные карты и сумму списания. Минимальная сумма для перевода – 1 тысяча рублей. Комиссия составит 1%. Без комиссии можно совершить переводы по СБП в приложении Сбербанк и Тинькофф. Лимит на перевод по номеру телефона в Тинькофф – 20 тысяч рублей в месяц. В Сбере – 600 тысяч, но не более 50 тысяч рублей в день. Чтобы перевести деньги по номеру телефона на карту Капиталбанка через Сбербанк, нужно сделать следующее. Открываем «Платежи», выбираем «Зарубеж» по номеру телефона, выбираем страну, в нашем случае это Узбекистан, вводим номер телефона владельца карты, выбираем Капиталбанк, вводим сумму перевода и переводим. Как мы уже говорили, есть валютные и суммовые карты Капиталбанка. Суммовые обслуживаются бесплатно, а вот за валютные придется платить по 5 долларов ежемесячно. Сейчас расскажем, какие проблемы у вас могут возникнуть при использовании Узкарт и Хума. Недавно Андрей пытался оплатить домашний интернет, но провайдеры принимают только Узкарт. Он потратил много времени и нервов, пытаясь оплатить интернет через местные аналоги Киеви, Пайми и Клик. По итогу оплатил его через знакомого, у которого есть карта Узкарт. Так что за работу международных платежных систем в Узбекистане ставим жирный минус. Мы спросили у Андрея, какие у него остались впечатления от обслуживания и удобна ли эта карта. И получили вот такой ответ. За каждый чех тут берут комиссию. Например, за перевод на Узкарт будет около 0,3%. После российских карт, где обслуживание бесплатное и есть СБП, очень странно оплатить за транзакции. Зато узбекскую карту везде принимают. Единственная трудность была в том, что пришлось ехать в банк на подтверждение документов. По сравнению с обслуживанием в российских банках, это вызывает некоторое недоумение. А так, все в порядке. Теперь расскажем о карте Каспи-банка Казахстана. Эту карту, нерезиденту из России, получить, пожалуй, проще всего. По доверенности они, к сожалению, тоже больше не работают, но добраться в Казахстан можно относительно быстро и недорого. Из Омска или, например, Новосибирска логичнее всего добраться на наземном транспорте. Билет на автобус будет стоить в районе 3,5 тысяч рублей. На поезд около 2 тысяч. Билет из Москвы в Астану или Алматы обойдется уже в 10 тысяч рублей. Для получения карты нужен загранпаспорт, местная симка и ИИН. Это уникальный 12-значный номер, который присваивается каждому физическому лицу в Казахстане. Получить все это можно за один день, но, как показывает практика, часто это растягивается на 3 и более дня. В этот же день, если успеете до 6, можете обратиться в банк, оформить заявление и получить свою карту, сразу как отстоите очередь. На это обычно уходит от 30 минут до 3 часов. Карта Каспи Голд не валютная, однако также работает во всем мире без ограничений. Ну, кроме России, разумеется. С нее можно спокойно снимать наличные во всех банкоматах мира и оплачивать покупки. Конвертация произойдет в тот день, когда банк получит подтверждение операции. Если за это время курс изменится, возникнет валютная разница. Итоговая сумма уменьшится или увеличится. С Каспи Голд доступны международные переводы на карты Visa и MasterCard. Для этого нужно перейти во вкладку «Международные переводы», ввести 16-значный номер карты получателя, его имя на кириллице и сумму перевода. Курс конвертации рассчитается на следующей странице. Комиссия за перевод составляет 0,95%, а минимальная сумма для такого перевода – 200 тенге. С помощью нее вы также сможете оплачивать те подписки, за которые оплата с российских карт сейчас недоступна. Пополнить карту Каспи Банка из России не так уж и просто. Придется использовать Киви, Золотую Корону, Юнистрим или покупку и продажу криптовалюты. Где еще сейчас пока что доступно получение иностранной карты для граждан России? Получить иностранную карту можно в Грузии, Армении, Кыргызстане, Турции и Белоруссии. Некоторые банки Белоруссии тоже находятся под санкциями, поэтому всегда сохраняется вероятность попадания в черные списки у любого из банков этой страны. Поэтому будьте аккуратнее в выборе. Технически можно получить и карту Европейского банка. Но, во-первых, из-за напряженной обстановки сделать это будет довольно сложно. Во-вторых, даже если вам откроют счет, в любой момент его могут закрыть без объяснения причин. Вместо итога скажем вот что. Будьте готовы к самым разнообразным вариантам событий. Условия меняются чуть ли не каждую неделю. Возможно, к моменту выхода этого ролика уже что-то успело поменяться. Так что будьте готовы ко всему. Пользуйтесь максимум существующих возможностей и смотрите ВЗО. Всем пока!